это подкаст начале приветствую вас с вами александр и сегодня будем говорить о раскрещивание перед тем как я начну рассказывать раскрещивание напомню всем что появился телеграм канал в начале вы можете подписаться на этот канал и будете более оперативно получать уведомления о выходе новых видео либо я буду публиковать время от времени в этом канале какие-то очень интересные сообщения не всегда корректно работает извещение youtube о выходе новых видео очень часто бывает такое что люди получают уведомления через день через два через неделю либо не получают вовсе это уведомление но в телеграм канале все будет происходить более оперативно и туда после публикации видео сразу будет помещаться там будет размещаться ссылка на это видео поэтому можете подписываться на канал и в закрепленном сообщении на канале есть возможность перейти по этому закрепленному сообщению и связаться со мной через телеграм потому что связь через instagram либо при помощи электронной почты не всегда удобно не всегда приходят извещения и не всегда я располагаю временем для того чтобы зайти что-то посмотреть там почитать какие-то сообщения от вас и записать вас на консультацию в телеграме это все будет происходить теперь быстрее остается рабочий вариант ватсап и вайбер но еще добавляется сюда и телеграм перешли подписались на канал в начале ссылка будет в описании под этим подкастом и в закрепленном сообщении есть ссылка на мой профиль куда вы можете мне написать и связаться со мной ну а теперь давайте будем говорить о раскрещивании о том что это такое для чего люди делают это все и как это вообще работает и работает ли в той форме которую вам пытаются преподнести в каких-то видеороликах в ю тубе и в каких-то формах которые вы можете изучить там на каких-то сайтах и на каких-то форумах в интернете для чего люди вообще занимаются раскрещиванием ну во первых это очень модная тема для демонстрации какой-то своей силы из разряда я понимаю что христианство это не хорошо меня насильно крестили поэтому я теперь хочу раскреститься я хочу стать свободной либо свободным от христианского эгрегора хочу получить вот эту вот свободу быть независимой и жить автономно не зависеть от этого христианского эгрегора и вот здесь нам предлагается несколько вариантов отключения от христианского эгрегора и здесь нам предлагаются следующие варианты из того что вы можете найти в ю тубе из того что вы можете найти в интернете там есть инструкции как можно раскреститься что сам под собой подразумевает отключение от христианского эгрегора выглядит это следующим образом самый простой способ это обратиться к священнику для того чтобы он снял с вас крещение ну да священники такие идиоты которые будут раскрещивать вас и которые будут снимать с вас какие-то ваши обеты которые вы даете во время крещения фактически да вы можете быть в каком-то неосознанном возрасте и вам там может быть меньше года но тем не менее но священники не дураки они работают на систему на какую систему мы сейчас поговорим они работают на систему соответственно раскрещивать вас никто не будет представьте себе что вы пришли к священнику и священник работающий на систему должен отключить вас вас корм вы корм вы батарейка которая питает эту систему разве будут они работая на эту систему отключать вас естественно нет поэтому снятие крещения это такая вот фантастическая штука то что касается церкви и выглядит это следующим образом снятие крещения это ритуал обряд или имитация религиозного обряда выполняемый с целью снять человека крещения отменить его сделать его недействительным большинство христианских церквей считают совершение подобного невозможным ибо они полагают что крещение оставляет так называемую неизгладимую печать а потому она совершается только один раз в жизни человека и ни при каких обстоятельствах не может быть отменено или совершено повторно соответственно мы понимаем что в церкви в христианской не существует прописанных ритуалов снятия крещения с точки зрения христиан крещеный останется крещеным даже если он откажется от христианства приняв другую религию или полностью откажется от религии то есть вы понимаете да если ты отказываешься от христианства если ты отказываешься от религии ты все равно остаешься в системе другие группы людей совершают различные ритуалы против крещения в надежде на то что получится отключиться но когда мы с вами говорим о том что человек хочет отказаться от христианства неважно православие католицизм либо еще что то мы говорим о том что человек находится в кармической системе в системе обмена ты мне я тебе не важно что это будет это будет христианство это будет язычество буддизм индуизм это все кармическая система это огромная голова с длинными щупальцами которые контролируют людей и этими присосками их удерживают в рамках этой кармической системы то есть здесь нужно смотреть глубже на проблему избавление от христианства или от каких-то других религий не дает решения не дает возможности отключиться от всей кармической системы вы по большому счету едете одним и тем же маршрутом но пересаживаетесь из самолета в поезд из поезда в автобус из автобуса в автомобиль но вы все равно едете по одному и тому же самому направлению конечная точка у всех одна кармичность какие существуют еще варианты раскреститься те которых говорят в интернете те которых рассказывают и те которые применяют люди уверовав в том что у них получилось отключиться от христианства и теперь они оказались в чем-то гораздо более лучшим что будет на них работать и что будет им помогать по жизни ну например это раскрещивание и это обращение к родным богам это язычество то есть попытка вернуться язычество у меня на канале есть видео мать всех религий называется где я рассказываю какая связь существует между язычеством и между христианством и по сути объясняю что это одно и то же в энергетическом плане ничего не меняется и если ты раскрестишься если ты уйдешь из христианства к какому-то пантеону богов вернешься придешь к язычеству это ничего не изменит ну у нас сегодня разговор о раскрещивании как люди раскрещиваются какие они способы применяют для этого самый простой способ который применяют люди которые очень сильно хотят избавиться от христианства выйти из него не понимая что все равно это та же самая кармическая религия как и любая другая это самостоятельное раскрещивание в ванне с небольшим количеством своей крови и обращением к родным богам то есть когда человек залезает в ванну и пускает себе кровь и обращается к родным богам для того чтобы они опять приняли его свои как говорится родные пенаты опять установили с ним связь это такой вот самый простой вариант ну люди же прибегают к различным вариантом им же хочется побыстрее отказаться от христианства поэтому они готовы на различные эксперименты и на всякие глупости идем дальше следующий вариант раскрещивания предлагают люди на одном из формов перестаньте думать о христианстве это кстати такой вариант который я однажды видел у себя под каким-то видео в комментариях на канале когда предлагали сделать это чтобы отключиться от христианского эгрегора что предлагают сделать перестаньте думать о христианстве перестаньте критиковать христианство перестаньте общаться на темы связанные с христианством так вы сможете перестать инициировать контакты с ним с вашей стороны далее что касается контактов инициированных христианством то тот кто без уважительной причины пропустил три воскресные службы подряд считается отлученным от церкви и церковь запрещает контактировать с этим человеком как все просто казалось бы и давайте еще рассмотрим еще парочку вариантов как люди раскрещиваются опять же это форумы черномагические там люди все знают как как положено черный фон страшные картинки очень интересные длинные полезные тексты которые вроде бы как должны помочь кому-то раскреститься пожалуйста в зависимости от традиции в которой человек планирует в дальнейшем работать случае работы с пантеонами богов язычество имеем ввиду самый простой вариант это во время любого очистительного ритуала сжечь прядь своих волос и своими словами попросить принять из вашей старой веры под свое покровительство и принести хорошую жертву способ довольно топорный но не сильно сложный для индивидуального проведения и вместе с тем довольно надежный если говорить о чернокнижии то выдерживается девятидневный пост на это время крест кладется под левую пятку по истечении в полночь отрекающийся выходит на перекресток в центре кладет ликом вниз икону вынимает крест читает отче наш задом наперед после чего выкидывает его через левое плечо затем встает на икону левой ногой и читает отречение после чего икона разбивается и растаптывается что первый что второй случай подразумевает дальнейшую плотную работу с выбранными покровителями если этого делать не планируется и решение бытовых вопросов вполне хватает их решение вас устраивает шаг не принципиальный вот вам еще с одного форума два способа либо вы хотите отречься от христианства вернуться в язычество либо вот пожалуйста в этом планируете заниматься какой-то черной магии пожалуйста кресты под пятки отче наш задом наперед бьете иконы и все в таком духе вот такие вот существуют варианты раскрещивания я уверен что вы знаете и возможно где-то найдете еще какие-то варианты их я не сомневаюсь в сети огромное количество здесь уж как говорится кто во что гораст кто что придумал вообще проблем с этим нет но теперь давайте разберемся по сути что означает вот это вот раскрещивание по сути раскрещивание означает попытку отключиться не от какой-то там религии да вот вот это вот дробление она в данной ситуации абсолютно бессмысленно здесь речь идет все-таки о желании человека отключиться от кармической системы только он не понимает зачем ему это делать и он не понимает уровень своей готовности для отключения от кармической системы кто-то где-то сказал как говорится одна бабка где-то там что-то сказала что хорошо бы отключиться чтобы не было этой связи и все побежали но здесь очень важно понимать что существует большое заблуждение и ошибка как правило в этих инструкциях вы можете встретить позицию которая гласит о следующем ты сначала отключаешься от христианства ну как пример да и затем ты переключаешься на что-то другое это так не работает потому что ты по сути один и тот же электроприбор выдернул вилку из одной розетки и включил в другую розетку точно такую же и показывать все будет то же самое то есть в твоей жизни остаются эти кармические процессы они никуда не уходят они все равно остаются и вот для тех кто не понимает для чего все это делается то смысл заключается в том чтобы отключаться но выходить и выпадать из этой кармической системы а выпасть из кармической системы человек может только в том случае если он готов может ему интересно и его ждут за пределами этой кармической системы а за пределами кармической системы его может ждать только создатель но здесь нужно понять а нужен ли этот контакт сейчас тебе с создателем а готов ли ты работать на этих энергиях а созрел ли ты и готов ли ты как душа взаимодействовать создателем очень многие люди думают и хотят буквально кричат о том что ну попадая ко мне на консультации говорят я хочу отключиться от кармической системы я хочу создателем общаться напрямую вопрос в том зачем тебе это ну понятно что у тебя есть какое-то идеалистическое представление о том что ты сейчас переключишься на канал создателя у тебя не будет кармы а душа твоя готова к этому и вот то что касается процесса отключения от кармической системы то правильно это делается совершенно по-другому потому что человек сначала устанавливает контакт и выстраивает канал запускает его с создателем этот контакт и только потом начинает от чего-то отключаться потому что если ты захочешь отключиться от кармической системы ну в форме вот этих вот всех религий будешь там иконы топтать кровь себе пускать или еще что-то это не сработает потому что тебя кармическая система с высокой долей вероятности просто грохнет почему потому что у тебя нет более сильного канала на который ты переключился и ты все еще находишься во власти кармической системы как кармическая система размышляет в этой ситуации логика очень простая я тебя сейчас грохну я тебя сейчас реинкарнирую и ты переродишься и ничего не будешь помнить и опять будешь вырабатывать те энергии которые мне нужны решил свалить от меня да у тебя ничего не получится я тебя просто сейчас перезагружу и все и до свидания и на этом твоя эпопея с отключением от меня закончилась я тебе сейчас мозги почищу чтобы ты там себе голову дурным не забивал реинкарнируешь и всего и все заново очень распространены случаи когда люди пытаются отключиться от кармической системы каких-то формах приходя пытаясь это сделать через какие-то формы раскрещивания не совсем понимая что они пытаются сделать неделька две месяцы человека нет вот и все вот так это работает в этих ситуациях поэтому прежде чем отключаться нужно заручиться поддержкой и нужно включить себя в более сильный канал и это как раз то чем мы занимаемся на консультациях когда люди нормальные рассудительные приходят и задают вопрос не я хочу а а какие там есть варианты а получится ли у меня а готова ли моя душа к этому достаточно ли у моей души этого опыта чтобы переключиться на канал создателя и как-то работать на этих энергиях и что-то там делать благое хорошее и при этом используя вот эти вот высоко вибрационные энергии создателя вот так это работает включился в канал создателя если тебе это подходит и только потом отключаешься от кармической системы потому что тебя кармическая система полгода будет утюжить еще она же не захочет с тобой сразу разорвать все контакты она же не захочет тебя сразу оставить она же не захочет сразу разорвать с тобой все вот эти вот тонкие ниточки она тебя будет так фигачить она будет тебя пугать тебе будут сниться страшные сны и тебе будут рассказывать страшные истории, кто-то будет приходить, кто-то будет тебя пугать, кто-то тебе будет что-то там показывать, потом тебя попытаются подкупить, будут рассказывать тебе о том, что ты будешь нарушать законы физики, летать на метле по небу, исцелять людей, будешь помогать, у тебя будет куча денег и ты будешь такой счастливый. Этого никто не даст, это просто попытка приземлить тебя и успокоить, чтобы ты больше не занимался этим, чтобы ты больше не строил планов по выходу из кармической системы. Из кармической системы. Отключение имеется в виду от глобальной структуры, а не от одного щупальца. От башки надо отключаться. Отключиться можно только в том случае, если у тебя есть возможность формирования канала с создателем. Вот и все. Проблема заключается в том, что люди, ну здесь есть два варианта, да, здесь есть момент психологический. Я такая продвинутая, я такая развитая, я считаю, что я заслужила отключиться от этого всего и сейчас буду с создателем общаться. Ну придумала ты себе и прекрасно, что ты такая исключительная. Не каждый человек и не каждому человеку дано отключаться от кармической системы. У каждого человека есть своя степень готовности, когда созрела душа, когда у души есть огромное количество воплощений, есть какой-то опыт. Душа из воплощения воплощение что-то ищет. Душа из воплощения воплощение пытается найти этот путь, этот выход. Есть же души, которые приходят в этот мир из-за пределов кармической системы, то есть по факту. Создатель присылает сюда эту душу, эта душа выполняет здесь какую-то определенную работу и подходит к моменту, когда ей снова нужно вернуться домой, туда. Не просто так. Я захотела, а я выполнила миссию, я оттуда. Я из того дома, который за пределами кармической системы. Я сюда пришла потому, что я уже была в Создателе и я была частью Создателя. Я просто возвращаюсь домой. Просто нужно сесть в лифт и нажать кнопку, чтобы добраться домой. А есть души, которые молодые, свежие, с небольшим опытом и они хотят отключиться от кармической системы. Это просто каприз. Созрей, развивайся, прогрессируй, будь мудрее, накопи какой-то опыт и потом, возможно, ты можешь выйти из кармической системы. Не обязательно это будет в следующем воплощении, это может быть в этом воплощении. Бывает же очень часто такое, что человеку нужно выполнить какую-то работу, отработать со своей родовой структурой, что-то поучаствовать в каких-то созидательных процессах и потом можно отключаться от кармической системы. Просто я хочу здесь не работает. Туда не попадают и не принимают всех потому, что вы хотите. Туда можно попасть только если в этом заинтересован Создатель. Что значит заинтересован Создатель? Значит ты качественно уже готов к этому прорыву. Значит ты будешь ответственным в плане несения какого-то там света, пользы людям и как-то будешь отыгрываться на окружающих людях, нести в их жизнь что-то хорошее, доброе и светлое и тёплое. Проблема заключается в том, что вы воспринимаете религию как нечто высшее, как высшую максимальную пиковую точку чего-то. Но это просто щупальца. Это дно. Потому что там есть ещё кармическая башка, которая специально придумала эти религии, которые вы питаете. Что в таком случае делать, если ты не готов работать? Ну вот поэтому люди приходят на консультации, задают вопрос, хочу отключиться от кармической системы. Можно или нельзя? Готов даже услышать самый, скажем так, не очень веселый и не очень радужный для меня ответ, что возможно это будет в следующей жизни и у меня это получится, но я всё равно буду этому рад. Есть люди, которые получают возможность выйти из кармической системы, отключиться от неё, чтобы потом больше не перерождаться, не реинкарнировать уже сейчас, завтра, через неделю, через месяц, через год. Бывает и такое. Чаще всего бывает такое, что человек этого не ожидает, но это есть в его плане и я ему об этом говорю. А есть человек, который приходит и вот хочет прям вот сейчас вот так вот сразу давайте я буду отключаться, а ты не готов. Ещё нужно время и возможно не в этом воплощении. Самое главное в этой ситуации понять, что если у тебя сейчас не появилась возможность и ты как душа не готов отключиться от кармической системы и включить себя в канал создателя, да просто относись к этим эгрегорам христианства, язычества, просто как к эгрегорам. Вы их боитесь, но в некоторых случаях с кем-то они могут работать. У меня на канале есть подкаст касательно вот страх Божий называется. Почему люди боятся Бога? Это же обычный простой эгрегор, с которым можно найти какой-то контакт. Вы боитесь и убегаете, потому что вы не умеете с этим работать, потому что вам никто не рассказал. Но я вам на своём канале рассказывал, что с этим можно работать через закафисты, иконы, молитвы и всё, что с этим связано. Не надо просто устраивать панику на ровном месте и поддаваться каким-то там мейнстримным движениям. Все побежали, и я побежал. Здесь сначала нужно разобраться, подходит ли это тебе или не подходит. Может быть, тебе не подходит работа с этим кармическим богом. Ну, с его проявлениями в виде там эгрегоров, икон и всего такого прочего. Ну, в таких ситуациях очень часто родовая структура подключается. Она тоже кармическая, она тоже подключается, и через неё можно взаимодействовать. При помощи неё можно выстраивать какие-то сценарии своего будущего, приводить себя в порядок и выстраивать что-то хорошее, приводить в порядок свою жизнь, которая пошла под откос. Очень часто, вот почему мне нравятся родовые структуры, они такие очень интересные ребята, они очень любят людям компенсировать всё то, чего они недополучили в этой жизни. Любовь, морковь, деньги, здоровье, либо ещё что-то. И когда у человека нет возможности работать с создателем, но он ещё не готов, душа не готова. И когда у него нет возможности по каким-то причинам нормально взаимодействовать с религиозным эгрегором, в этих случаях очень часто остаётся возможность взаимодействовать именно с родовым эгрегором, с родом. И там ребята принимают эти души в свои объятия, помогают при помощи родовых практик, взаимодействуют, работают, компенсируют им что-то, то, чего они недополучили и всё. Но очень часто бывают такие ситуации, когда работа с родовыми структурами закрывается, и никто никому уже ничего не может и не хочет дать, потому что ты, как душа, в какой-то момент перерос взаимодействие со своей структурой. И в такие моменты можно задать вопрос, а может быть мне уже пришло время отключиться от кармической системы? А может быть у меня теперь появится возможность сформировать этот контакт с создателем? И очень часто такое бывает. Но очень часто бывает такой алгоритм, когда я человека отправляю в родовые практики, но заранее его предупреждаю о том, что он сколько-то там месяцев поработает, а потом отключится. У него план такой. Он сейчас будет прогрессировать, он будет развиваться. И через эти родовые практики он уйдёт вот в эту положительную динамику, получит какой-то опыт. У него будет опыт построения канала с родовой структурой. Ему потом даже будет проще выстраивать канал работы с создателем. Вот так это работает правильно. Но здесь нужно индивидуально разобраться в том, что это тебе действительно подходит. Ну потому что это не игра, потому что это не развлечение. Мы все хотим, потому что мы увидели в интернете. А ты разберись, подходит оно тебе или нет. В интернете рассказывают очень много чего. И души все разные. И опыт у них у всех абсолютно разный. Вы не проживали одинаковые жизни. Кто-то где-то воевал с мечом, на лошади скакал, захватывал поселение, захватывал, сжигал города. А кто-то в это время сидел и в пещере, медитировал по 20 часов. У вас абсолютно разный душевный опыт. Как здесь можно всех приравнять и причесать одной гребенкой и сказать, что все одинаковые. Давайте все будете выходить из кармической системы. Сейчас, побежали, сейчас вас там ждут. К этому нужно прийти, нужно созреть, нужно быть достаточно развитым и подготовленным для этого. Это вот ответ на вопрос, ну а почему создатель, но он же должен всех любить и почему он всех не принимает. Потому что создатель это высокоразвитые энергии, рациональные, понимающие и стратегически мыслящие далеко вперед, которые понимают, что из себя эта душа представляет и на что она способна в будущем. Даже если ты каким-то волшебным образом и чудом сможешь подключиться на канал создателя и, допустим, отключиться от кармической системы, но в тебе нет этой готовности, ты из этого канала выпадешь. Если тебе удалось в эту дверь войти, это не значит, что ты там останешься. Бывают такие случаи, когда человек не готов, и он просто выпадает из этого канала и возвращается в свою кармическую структуру, кармическую систему и все. Поэтому нужно здраво мыслить, нужно здраво рассуждать и с холодным умом здесь, на берегу, понять и разобраться, что нужно сделать. Одно дело ты хочешь, но тогда задай вопрос, а что мне нужно сделать для того, чтобы выстроить канал с создателем в будущем, чтобы получить эту возможность, заслужить неправильное слово, получить возможность. Здесь нужно смотреть, что тебе нужно делать, каким путем тебе нужно идти, как ты должен развиваться, как ты должен прогрессировать, для того, чтобы быть, давайте назовем это условно так, быть достойным. То есть на тебя можно будет в будущем возложить какие-то обязанности, несение света. 99% людей, которые выходят из кармической системы и выстраивают контакт в канале с создателем, с этими сложными энергиями, они потом начинают обладать какими-то специфическими способностями. То, что люди называют сверхъестественными способностями. Но ты должен быть к этому готов, у тебя должен быть определенный склад ума, веры, доверия, уверенности, понимания, спокойствия. Там наскоком ничего не делается с создателем. Там нужно общаться, работать и ждать. Можно встретить комментарии касательно того, что да, я и сам справился, и вот сейчас там общаюсь с создателем. Нет, я вот там за один день щелкнул пальцами, обратился к создателю, и теперь я чувствую, что я с ним. Нет, дорогие мои, это так не работает. Если тебя не колбасило при переходе и при отключении, ты не с создателем. У тебя не было сигнала от кармической системы, что у тебя рвутся все связи, что у тебя рвутся все эти потоки и каналы с различными эгрегорами. Так легко за один день ничего не получается. Кто-то посмотрел в ютубе ролик, я раскрещиваюсь, я иду в церковь, оставляю там свой крест и говорю о том, что я выхожу из религиозного эгрегора или из кармической системы, и выхожу из церкви такая свободная, и потом бах, и у тебя через месяц яма. Два на два, или какой она там, о каких размерах она? Ну потому что ты просто на эмоциях заявила о том, что ты хочешь отключиться, но на другой канал ты заранее не подключилась или не подключился. Тебе будет больно, если ты будешь делать правильно, если ты будешь отключаться от кармической системы. Она тебе 6-7 месяцев будет так хренячить, что тебе мало не покажется. Да, у кого-то это происходит более мягко, у кого-то не очень. Тебя первые 2-3 месяца будут пугать, кошмарить, страшные сны будут какие-то там сниться, в которых вся твоя семья погибает, будут давить на страх, этого не произойдет, потому что это процесс, касающийся только тебя и кармической системы. Она никого не затрагивает, но она будет пытаться манипулировать тобой и будет тебя пытаться запугать. Это только твои отношения, твои и кармической системы. Твои родственники задеты в этой ситуации и не будут вообще никак. Второй этап – попытка подкупить, как я сказал. Потом опять тишина. И потом в 6-7 месяц, когда ты отключаешься, опять страхи, ужасы, проблемы, и потом попытка подкупить. И потом в 6-7 месяц все эти ниточки рвутся, закрываются, и все, и ты свободен. И у тебя больше нет никаких обязанностей перед кармической системой, у тебя полный разрыв связи с ней, ты больше не реинкарнируешь, на тебя не действует магия, потому что магия работает исключительно только в рамках кармических энергий, которые причастны к этим религиозным течениям. Неважно каким. Буддизм, индуизм, христианство, ислам – это все кармические религии. Это все щупальца одной большой башки, от которой нужно отключиться. Но отключиться ты можешь только предварительно, переключившись на канал Создателя. Потому что если ты на канал Создателя переключился, тебя кармическая система уже не грохнет. Она уже понимает, с кем ты. Она уже понимает, кто за тобой присматривает, и кто дает тебе энергию, и кто тебя защищает. Все, она здесь уже бессильна. Она здесь ничего сделать не может. Ну, твоя задача потерпеть и пережить вот эти вот все болезненные разрывы с кармической системой. Вот так это работает. Поэтому, дорогие мои ребята, не ставьте над собой эксперименты, касающиеся раскрещиваний из интернета, потому что это все равно будет неправильно и чревато. И если прошел месяц, два, три или год, и вам кажется, что все нормально, поверьте, за вами придут. И вы заплатите по полной программе, потому что вы изначально все сделали неправильно. Те, кто делает правильно, наслаждаются этой возможностью и наслаждаются этим моментом. Потому что выход из кармической системы, это свобода. Выход из кармической системы не подразумевает под собой вот эти какие-то монашеские обряды, смирение и все в таком духе. Очень многие люди говорят, выйти из кармической системы это то же самое, что отключиться от матрицы, как в фильме. Нео вышел из матрицы и отключился. Ну, я в этих ситуациях обычно смеюсь и говорю. Это не так. Потому что вы насмотрелись фильмов, сценарий интересный, но все это работает не так. Когда Нео отключился от матрицы, летал на космическом корабле, который на Ладан держался где-то там под землей, жрал пластиковую кашу и ходил в дырявом свитере. А когда вы в этой жизни реально отключаетесь от кармической системы, у вас появляется все, что вы ждали, что вы хотели. Да, всему свое время. Это не происходит сразу через день, через месяц или даже через год. Это очень такой растянутый процесс во времени, потому что Создатель должен помочь тебе, развернув эту огромную кармическую машину, которая не должна раздавить всех, кто находится вокруг тебя. Здесь есть определенные точки пересечения пространства времени, в которых события, события, о котором ты просишь и которое ты хочешь, чтобы оно наступило, оно наступит. Но нужно будет какое-то время ждать, работать и развиваться, для того, чтобы получить какой-то результат. Вот так это работает. И ты не будешь ходить в дырявом свитере, и не будешь жрать пластиковую кашу. У тебя будет все, что ты захочешь, если это включает в себя какие-то законные основания для зарабатывания денег. Ну, когда я говорю законные основания, это значит, что ты не должен обманывать людей, предавать, не убей, не укради. Вот самые главные законы, которые здесь будут работать. Общайся с Создателем, как с другом, и все у тебя будет хорошо. Поэтому все будет круче, чем вы посмотрели в фильме «Матрица». Свобода, независимость, никаких страхов, никаких суеверий. Вы будете свободны. Это один из самых главных законов. Ощути свою свободу. Будь свободен, потому что на тебя уже кармические процессы не действуют. Они уже не работают. И люди, которые обладают какими-то уже сейчас специфическими, ну, назовем это магическими способностями, да, они при контакте с Создателем могут развиваться, могут прокачиваться, могут приобретать какие-то специфические формы. И человек может помогать и проводить через себя уже совершенно другие энергии, то бишь высоковибрационные, те, которые дает Создатель. Но у каждого, еще раз повторюсь, это происходит очень по-своему. Это такие вот очень специфические штуки. У кого-то какая-то там сверхспособность открылась, и вот он ей, пожалуйста, может пользоваться, и вот он может работать с ней и нести людям что-то хорошее и что-то положительное, какую-то помощь оказывать по жизни. Поэтому очень трезво относитесь к тому, что вы видите и читаете в Ютубе, в Интернете и на форумах, думаете своей головой и выстраиваете логические какие-то цепочки. Это касается того, что сначала нужно переключиться на что-то мощное, а только потом отключаться от чего-то. Иначе тебя грохнут, реинкарнируют, и будешь опять проживать новые воплощения и вырабатывать те энергии, которые нужны кармической системе. Поэтому все эти раскрещивания это такая белиберда. Это придумано людьми, это придумано магами, колдунами, для того, чтобы существовали какие-то форумы. Там посвящаются целые ветки, они эти вопросы все обсасывают, ставят друг над другом эксперименты, либо каждый сам над собой такие эксперименты ставят. Но помните, что кармическая система все видит, у нее все просчитано вперед. Ты только решил и что-то подумал, там уже программа сработала, и она знает, куда ты двигаешься и что ты пытаешься сделать. Поэтому думайте. На сегодня у меня все. Услышимся в следующем подкасте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok